Пять лет назад Егор Крит подарил обручальное кольцо Дарье Клюкиной. Они плакали от счастья и казались по-настоящему влюбленными. Зрители проекта «Холостяк» ждали, что пара скоро объявит о помолвке, но после телешоу их пути разошлись. Почему же Дарья Клюкина и Егор Крит так и не смогли быть вместе? Как сложилась судьба девушки после этого? И как она стала женой миллионера? Об этом и многом другом вам расскажет канал «Истории со всего света». Дарья Клюкина родом из маленького городка в Свердловской области. Высокий рост и фотогеничная внешность позволили ей стать моделью. Она снималась в рекламе еще со студенческих лет. Но настоящая слава к ней пришла на проекте «Холостяк». Дарья стала участницей пятого сезона и по сценарию телешоу должна была бороться за сердце актера Ильи Глинникова. Девушка казалась совсем не похожей на остальных сердцеедок. Естественная внешность и небольшой дефект речи, заикание, помогли ей создать образ главной скромницы реалити-шоу. Впрочем, это сыграло ей лишь на руку. Ведь Илья Глинников в самом деле потерял от нее голову. Но Дарья поняла, что не готова ответить взаимностью, поэтому сама покинула телешоу и уехала домой. Спустя год она вновь приняла участие в проекте «Холостяк» в шестом сезоне, где участницы должны были сражаться за внимание Егора Крида. На этот раз Дарья стала победительницей. Певец подарил ей обручальное кольцо, а она светилась от счастья. Их любовь выглядела на экране уж очень убедительно. Но после проекта только разгоревшиеся чувства быстро угасли. Егор Крид сказал как-то раз «Дарья очень хорошая и добрая, но жизнь распорядилась так, что мы не можем быть вместе». А сама девушка объяснила расставание тем, что они просто не сошлись характерами. Молодая модель недолго грустила от одиночества. Уже через полгода после шоу «Холостяк» она встретила своего будущего мужа. Ее избранником стал топ-менеджер компании «Газпром-медиа» Владимир Чопов. Они познакомились в деловой обстановке во время обсуждения рекламного контракта с одним из спонсоров чемпионата мира. А уже через четыре месяца он сделал ей предложение. Молодые расписались в Москве, а само торжество отметили в Италии, где обменялись кольцами в романтичной атмосфере на берегу озера Кома. В числе гостей были Дима Билан, Николай Басков и Яна Рудковская. А после замужества Дарья вместе с супругом поселилась в просторной квартире в Москве и продолжила работать моделью. Девушка много раз говорила, что не собирается сидеть на шее у мужа и хочет продолжить карьеру. Благо, что от предложений по работе нет отбоя. С приходом популярности в одном инстаграме на нее подписались более двух миллионов человек, а ее доходы от съемок в рекламе выросли в несколько раз. Что ж, похоже, девушка, несмотря на образ скромницы, добилась своего, удачно вышла замуж и сделала успешную карьеру. Неудивительно, что многие зрители холостяка и сегодня иногда обвиняют Дарью Клюкину в неискренности. Дескать, она пришла на шоу только ради пиара. Но на самом деле очень наивно ожидать увидеть в телевизионном эфире настоящую любовь. Ведь любые передачи такого формата – всего лишь бизнес-проект, куда люди приходят за тем, чтобы заработать или прославиться. Наверное, каждый зритель в глубине души это хорошо понимает, но все равно хочет верить в красивую сказку про любовь, чем и пользуются создатели таких телешоу. Было интересно? Тогда подпишись и поставь лайк!